Мои дорогие, всем привет и добро пожаловать на мой ютуб канал Рустем Бьюти. Это, конечно же, означает, что меня сегодня зовут Рустем. И я сегодня, особенно бьюти, у нас сегодня интересное видео. Обзор на декоративную косметику от итальянского бренда Na Oliaria, Natch Oliaria. Я, если честно, так и не научился тому, как правильно произносить этот бренд. Данный бренд был поставлен в торговых сетях России совсем недавно, может быть, около года назад. И, наконец-то, я решил попробовать небольшой ассортимент из бренда, но, на мой взгляд, самые интересные позиции. Перед тем, как мы начнем это видео, конечно же, убедитесь, что вы подписаны на мой ютуб канал, если не подписаны. Давайте это исправим. Ставьте лайки, пишите комментарии, проявляйте активность, ведь эти аспекты очень и очень сильно влияют на развитие моего канала. Меньше слов, больше дела. Переходим к обзору на итальянский бренд декоративной косметики Тратататари. Что же мы сегодня с вами увидим на обзоре? Это будет тональный крем, конечно же, консилер, куда без него, сияющий бронзер и не менее сияющие румяна, стойкий карандаш Каял, а также у нас сегодня будет спойлер и такая, знаете, подготовочка к субботе, потому что следующее видео на моем канале выйдет именно в субботу. У меня тут в руках есть уже две палетки от бренда Шик Студио. Это палетки, которые сейчас в интернете наделали много шума. Палетка, где представлено три оттенка пудры, точнее, ну да, это три оттенка пудры, и один из них можно использовать в качестве скульптора. Вторая палетка у нас уже немного другая для оформления лица. Здесь у нас бронзер, точнее это скульптор, хайлайтер и румяна. Я сейчас активно тестирую данные продукты, чтобы в субботу выйти с адекватным обзором. Так что я сегодня, может быть, что-то покажу, как работают эти палетки, но свое мнение я выскажу непосредственно в эту субботу. Так что ждите и давайте пошумим в комментариях. И еще, когда я покупал косметику бренда на Олеаре, допустим, я произношу правильно, допустим, я эту косметику купил в Лито Аль. Почему? Потом вы скоро все с вами узнаете. И я не смог пройти мимо своего любимого матового плотного консилера в оттенке, который мне подходит и для себя, и для работы, как мне кажется, больше всего. Это оттенок канели. Я сегодня, опять же, расскажу немножко про него, для чего я его использую, почему я его сильно так люблю, зачем мне это нужно сделать. На самом деле сейчас самые выгодные цены на косметику на Олеаре в Лито Аль. Почему? Потому что тут новость просто, от которой вы сейчас намочите трусики. И свои, и не только. У нас появилось три купона. На скидку полторы тысячи рублей при покупке от 4 500 в розничных магазинах. Это значит, что можно не скачивать приложение Лито Аль, а просто сохранить эти купоны, которые будут в инфобоксе под этим видео. Прийти в магазин Лито Аль и выбрать косметику, либо парфюмерию, которые участвуют в этой акции, про бренды, которые участвуют, вы также сможете посмотреть в инфобоксе, и заплатить меньше. Есть купон 4 000 рублей при покупке от 10 000, который скашивает цену пополам, и суммируется со скидкой по карте лояльности. Attention, please! Это аттракцион щедрости. Я за 5 продуктов бренда Нау Лиари заплатил 7 000 рублей, что намного выгоднее, если бы я это покупал не в рамках акции. Работает, как я сказал, и на косметику, и на парфюмерию. Можно купить себе парфюм от Гуччи. Можно купить что-то от Нарс, что-то от Нау Лиари. Можно даже приобрести что-то из бюджетных брендов. Так что советую после этого видео бежать в магазин Элитуаль. Если вдруг вам кассиры не хотят пробивать купон, они не имеют права, можете сказать, что я сейчас напишу в службу поддержки, позвоню на горячую линию в Москве, и вам ставят таких люлей. И если что, пишите мне в комментарии в моем телеграм-канале, что в таком-то магазине мне не пробили купон, я разберусь. Я сотру этот Элитуаль с земли. Ладно, стирать не буду, но поругаю. Так что мне сегодня действительно помог этот купон, и я заплатил намного меньше, чем мог бы заплатить без купона. Ну, а будем начинать мы, конечно же, с тонального крема от бренда Na'Oliari, который называется Lasting Whale Foundation. Выглядит тональный крем вот так вот. Мне визуально нравится, как выглядит косметика данного бренда. Сделана в Италии. Единственный момент. Здесь у нас 20 миллилитров. Хочется прям устроить скандал. Маловато, мои хорошие. Оттенок данного крема 103, который называется Beige Natural. Давайте скорее его наносить на лицо. Я его сегодня буду тестировать уже не в первый раз. Как заявляет производитель, что это тональный флюид, в составе которого нет масел, который идеально носится в течение всего рабочего дня. Здесь какой-то в составе растительный комплекс, который ухаживает за вашей кожей. Это все, конечно, хорошо, но я всегда больше за то, чтобы тон работал с рельефом, для того, чтобы тон скрывал недостатки, не выглядел маской. Мне от тона нужно больше декоративной функции, нежели чем ухода. Об уходе должен уходом, на мой взгляд, должен заниматься уход. А если он не ухаживает, то можно уходить. То, как это выглядит, мне нравится, мне этот тон обошелся в 1400 рублей. На мой взгляд, очень и очень выгодно. Перед использованием я встряхну хорошенечко тональный крем. Два нажатия и готово. Начнем с малого. У тонального крема, как будто бы в составе есть спирт, мне он немножко бьет в нос. Ну, а душка в целом нейтральная, но, как мне кажется, немножко со спиртом чем-то. Буду наносить этот тональный крем спонжем. Почему-то мне не хочется использовать кисть, хотя вроде бы он кистью наносился неплохо. По оттенку тональный крем мне, в принципе, подошел. Я вообще люблю тональные кремы итальянских брендов. Они всегда немножко такие, знаете, бежево-немножко желтоватые для загорелых. Так что, если вы загорелый, то это наша вечеринка. Не то, как в прошлом видео. Тональный крем от Vivienne Sabo. Что я могу рассказать про этот тональный крем? Он достаточно хорошо перекрывает все недостатки. Хорошо распределяется как при помощи спонжа, так и при помощи кисти. Я бы финиш отнес ближе к натуральному. Я здесь не вижу такого явного сияния. При этом этот тон и нельзя назвать матовым. Давайте отнесем этот финиш действительно как к натуральному. Кстати, я вот сейчас, в моменте, когда наношу тон, очень ярко ощущаю дужку тонального крема. И могу сказать, что мне бы хотелось, чтобы она была чуть более деликатной. Вот так вот выглядит тональный крем, нанесенный в один слой при помощи спонжа. Все-таки есть легкий такой, как будто сатиновый блик у покрытия. Могу сказать, что тон как будто бы, именно не покрытие, а в моменте нанесения тон как будто бы немножко липковат. Знаете, есть такое же ощущение, когда наносишь W, и он прям вот так вот тянется. Какие-либо шелушения тональный крем не подчеркивает, но мне кажется, что, к примеру, для сухой кожи тональный крем будет недостаточно увлажняющим. И финиш недостаточно сияющий. Мне даже кажется, что этот тон будет хорош для нормальной комбинированной кожи, может быть, даже для жирной. Но каким-то сияющим и увлажняющим я этот тон назвать не могу, хотя такое легкое блюр, заблюренное финиш, он присутствует, сияние имеется. Покрытие немножко может быть липковато, но не критично. И хочу вас предупредить, что лично я этот тон на коже ощущаю. Вот нет у меня ощущения, что это легкий тинт, флюид, как, например, Estee Lauder Futurist тинт новый, он скоро тоже выйдет у меня в обзоре. Он ощущается на лице. Для кого-то это плюс, ну, не знаю, для кого это плюс, для кого-то, скорее всего, это будет минус. Мне это не критично, но тон как будто бы немножко сковывает мимику. Но при этом то, как он выглядит на коже, мне нравится. Кроющая способность средняя, и как будто бы тон становится чуть более матовым. Я, мне хочется добавить его еще. На серединку лба, к примеру, посмотреть, наслаивается ли данный тональный крем. Да, данный тональный крем наслаивается, и покрытие может стать более кроющим, но тон ощущается на коже, однозначно. Сказать, что это что-то волшебное, неповторимое, я не могу. Для меня это пока что средний тональный крем. Давайте все-таки финальное впечатление будет в конце этого видео. Теперь мы с вами переходим к тестированию консилера, который называется Hydra Nude Concealer в оттенке 0.1. Консилер выглядит, если поймает фокус. Крикну, а в ответ тишина снова. Ну, вот так вот выглядит консилер. Сделан он в Италии. Здесь у нас 4 мл. Оттенок номер 1 не совсем уж светлый, а с таким явным, как будто бы персиковым потоном. Не назвал бы его суперсветлым. Белоснежки у нас покинули чат, как мне кажется. Давайте его нанесем зону вокруг глаз. Я это сделаю. Кстати, у него текстура как будто бы достаточно плотненькая и тоже немножко липковатая. Я нанесу ко внутреннему уголочку и ко внешнему. И также его добавлю немножко вот в эту зону. Мне здесь хочется уплотнить покрытие. Почему-то в последнее время люблю консилер наносить пальчиком, особенно такие плотные текстуры. Я их сперва разогреваю, а уже затем, после этого, растушевываю спонжем. Немножко нанесем на серединку лба. Допустим, на носик. Конечно же, на подбородок. И дальше еще, где мне хочется добавить покрытие, чтобы скрыть постакне, что-то подобное. У меня это всегда, конечно же, имеется. И будем растушевывать это все непосредственно спонжем. Мог бы нанести сейчас консилер кистью, но мне хочется, мне не хочется сегодня поработать спонжем. Консилер достаточно хорошо перекрывает синеву в зоне вокруг глаз, за счет того, что у него слегка персиковый потон. При этом он мне, если честно, все-таки немножко светловат. Но, как будто бы, он немного еще и окисляет. Я бы опять же не сказал, что это какая-то увлажняющая текстура со светоотражающим финишем. У меня такое ощущение, что покрытие сегодня все-таки как будто бы больше матовое. Расширенные поры на носу консилер скрыл, в принципе, неплохо. Распределяется без каких-либо проблем. И слушайте, при том, что я его распределил спонжем, пока что он мне нигде мимические морщинки не подчеркнул. И в целом, то, как поработал консилер, мне нравится. У меня есть небольшая претензия к тому, что текстура липковата. Опять же, не могу сказать, что консилер какой-то шедевральный, великолепный. По мне, средненько. Но зато покрытие у нас теперь более уверенное и более плотное. Сейчас я сделаю легкую кремовую коррекцию и перейдем к тестированию следующих продуктов. Я сделал легкую кремовую коррекцию. Настало время тестировать. Точнее, сегодня мы не тестируем, а просто вскользь используем палетку от бренда Шик в оттенке 0.3 для того, чтобы зафиксировать кремовые текстуры. Я сперва возьму небольшую кисть и на Т-зону нанесу нашу самую светлую пудру аппликативным вбивающим движением. Под глаза я нанесу смесь из центральной пудры и самый светлый, чтобы зафиксировать консилер. Вот я не могу припомнить какие-либо палетки, напомните мне в комментариях, если такие есть, где есть, грубо говоря, одна и та же пудра в разных оттенках. Мне кажется, это интересно. А зону, где у меня нанесена коррекция, я зафиксирую при помощи самого темного и среднего оттенка. Таким тоже легким аппликативным движением, чтобы в дальнейшем мои сухие текстуры не пятнили. Нанесу вот так вот аппликативно на периферию, на зону нанесения коррекции. Ну, а рассказывать о своих впечатлениях буду не сегодня. Кстати, предыдущее видео на моем YouTube-канале с обзором на новую коллекцию Beauty Bomb набрало очень мало просмотров, поэтому, если вам интересно вдруг посмотреть, но вы еще не смотрели, обязательно посмотрите, потому что я, когда вижу такие просмотры, у меня есть желание просто закрыть нафиг этот блок. Далее, мы с вами переходим к тестированию Fancy Sun бронзера в оттенке 04 Mile Iridescent. Здесь у нас 9,5 грамм продукта. Сделан бронзер в Италии. То, как он выглядит, скажу, очень сильно видно на нем отпечатки пальцев, то, как он выглядит, мне, если честно говоря, очень даже нравится. Мы его открываем, видим зеркало и вот такой вот достаточно загорелый бронзер. Хочу обратить внимание, что бронзер есть в разных оттенках, есть бронзер вместе с румянами, с полосочкой и бантиком, выглядит очень красиво. Там много, что есть еще интересного у бренда, если будет интересно, второй обзор конечно же снимем. Этот бронзер конечно же для тех, кто чуть загорелый, как я, для тех, кто любит яркий, сияющий финиш у бронзера. Давайте будем наносить его на лицо. В принципе, возьму ту же кисть, который наносил пудру. Кстати, бронзер очень-очень легко отдается на кисть. Я сперва пробегусь по этой ух ты, какие здесь у нас крупные сияющие частички. Но он такой рыженький. Мне даже кажется, что он излишне рыжий. Ну, возможно, может быть, если вы еще более загорелые, нежели я сейчас, этот оттенок будет вам хорош. Текстура, кстати, ложится без пятен, но, на мой взгляд, я поджаренная курочка, дурачка. И здесь очень-очень крупные сияющие золотые частицы. Ну да, бронзер для любителей бронзеров. У бронзера, кстати, очень приятная такая цветочно-конфетная отдушка. Я хочу взять сейчас кисть повоздушнее и как бы еще его протушевать. Ну да, он, видите, такой прям, не знаю, зачем такие крупные сияющие частицы. Может быть, кому-то зайдет. Мне не могу сказать, что меня не отталкивает. Мне как будто они даже немного нравятся. Понравятся ли вам, здесь я уже ничего не могу сказать. К тому, как наносятся, у меня претензий нету. И мне в целом даже нравится, как это выглядит на коже. Тем, кого не смущает наличие крупных сияющих золотых частиц, можно обратить внимание, либо выбрать, там есть оттенки, где сияние этого меньше. Главное вовремя остановиться, чтобы не стать человеком с диатезом. Хотя это даже не диатез уже оттенок. Это что-то другое. Ой, нет, вот если наполировывать этот бронзер, то золотые сияющие частицы начинают сбиваться и уже too much. Ой-ой-ой-ой, нет, здесь слишком все-таки крупные сияющие частицы как будто. Давайте теперь протестируем румяна. Румяна у нас шли в комплекте с вот так, я забыл как это называется, в комплекте с бархатным мешочком с логотипом бренда на Оляре и здесь у нас кстати была вот такая вот кисточка, которой я пользоваться точно не буду. Кстати, в бронзере этого мешочка не было. Румяна выглядят вот так, в принципе такая уменьшенная версия нашего предыдущего бронзера. Сделано в Италии здесь больше чем в два раза меньше продукта, всего 4 грамма. Оттенок это 01 Pesca Dorato Lavalicic Blush. Открываем, видим мой любимый оттенок румян. Это такой красивый персик. То, что я люблю и мне кажется то, что идет всем, кто немножко загорел румяна у нас вот такие. Я набираю румяна на кисть, кстати, они пылят, но не сильно. Румяна тоже с сияющими частицами, но сияющие частицы довольно-таки деликатные здесь. И давайте нанесем их на лицо вот по такому лифтинг направлению. Румяна, кстати, как будто бы не сильно сияющие. Оттенок мне нравится, я его выбрал целенаправленно, и я таким буду пользоваться. Туры у них, кстати, интересные, они не супер шиммерные, как будто по финишу даже ближе к мату. Ну, вы поняли о чем я. Мне румяна нравится, они легко наносятся, беспроблемно распределяются, и очень даже освежают образ. Немножко спускаю румяна на щечку, тем самым сделаю коррекцию более плавной, переходящей из бронзера в румяна. Мне нравится, как выглядит румяна. Пигментация у них средняя, они не супер ядерные. В последнее время мне начинают бесить гиперпигментированные текстуры, кстати. Слушайте, неплохие румяна. За эту сумму, знаете, я бы их посоветовал. Румяна мне нравится. Оттенок такой персиковая роза, освежающий. Есть и оттенки холоднее. Если они такие же по текстуре, можно смело брать, не бояться. Текстура не подчеркивает рельеф кожи, очень даже неплохо. И как будто вы ими даже не переборщите. Ну вот, на мой взгляд, уже достаточно, и румяна мне нравятся. Прям понравились, прям могу посоветовать. По поводу консилера от бренда NARS. Я не буду открывать новый, он у меня в таком же оттенке, как мой и старенький. Я вам хочу сказать, что эта вещь абсолютно всегда в моей косметичке, в рабочей, не в рабочей, да, абсолютно в любой, потому что я считаю, что это один из лучших продуктов, который выступает в первую очередь для меня не как консилер, а как продукт, который может помочь мне выстроить форму стрелки, ее немного подправить, подправить где-то брови, подправить четкий контур губ. Этот продукт может хорошо перекрыть какое-либо воспаление. Это крутой, кроющий консилер, который я безгранично люблю, и я его очень часто использую как базу под макияж глаз. Я его набираю на синтетическую кисть, врабатываю сперва в руку, чтобы немножко снять излишки, и наношу этот консилер на все неподвижное веко, в подбровное пространство, и уже непосредственно остатки я немножко спускаю на подвижное веко, и я вам могу сказать, что это безумно стойко, на такой подложке круто тушуются тени, вообще круто тушуется все что угодно, тинты водостойки, можно простроить растушеванную стрелку, поэтому для меня это один из лучших продуктов, которые вообще я когда-либо находил, если вам нужно что-то подправить, если вам нужно сделать красивую растушевку, если вам нужно скрыть какое-либо акне, то советую обратить внимание, мне кажется такая история должна быть в косметичке точно у каждого визажиста, главное не наносить много продукта на подвижное веко, далее на середину века я нанесу немножко жидких сияющих теней, далее проработаю складку века немножко бронзером и румянами, и мы с вами будем рисовать какую-нибудь красивую стрелку при помощи нашего карандаша сияющего, сегодня у меня настроение сияющие стрелку, следующий продукт меня приятно впечатлил, это карандаш для глаз, который у нас в оттенке номер 32, сейчас я посмотрю на коробочке, 02, извиняюсь, Кверсия Дората, ой, мне прям захотелось в Италию, это стойкий карандаш, при помощи которого я нарисовал вот такую вот стрелку, и нанес его и в нижнюю слизистую и в межресничное пространство, перед этим я сделал легкий макияж глаз, заполнил черным стойким каялом межресничное пространство, и сейчас я при помощи вот этого карандаша вытяну стрелочку, как вы можете уже заметить, и я хочу сказать, что это какое-то идеальное соотношение того, как он мягко рисует, и того, что здесь достаточно такой упругий грифель, не как в мягких каялах, который, когда вы начинаете рисовать стрелку, деформируется, и вам трудно рисовать стрелку, здесь же этого нет, при помощи этого карандаша вы можете вытянуть тоненький хвостик, при этом он при этом он очень легко наносится, и он достаточно стойкий, я его даже не фиксировал, безумно красивый оттенок, вот так вот выглядит сводч карандаша, и хочу отметить, что он очень стойкий, этот карандаш это моя новая любовь, я думаю, что я скуплю все оттенки, которые представлены в палитре, мне кажется, что оно того просто стоит, быстренько его нанесу в нижнее межресничное пространство, и также его нанесу в нижнюю слизистую, при том, что он сиянием, держится он там тоже хорошо, и за минуту у меня получилась красивая сияющая стрелка, я просто влюбился в этот карандаш, советую его попробовать, мне он очень понравился, в составе карандаша есть крупные сияющие частицы, но они здесь кстати, карандаш, говорю, буду покупать еще, ну что мои сладкие, как-то произошло, так что обзор уже подходит к концу, давайте поделюсь с вами финальным впечатлением о продуктах, которые я сегодня тестировал, в целом мне нравится макияж, который у меня в итоге получился, давайте поговорим о каждом продукте еще раз, что касается тона и как выглядит мое лицо, неплохо, тональный крем не собирается в мои мимические морщинки на лбу, тональный крем ничего не подчеркнул и в целом выглядит очень даже неплохо, может быть я его слишком поругал в начале сказав, что он ощущается на коже, сейчас я не могу сказать, что я его как-то ощущаю, либо уже привыкну, в общем, это, наверное, все-таки не критично, не критично, но финиш у него не сияющий, поэтому подойдет для нормальной кожи, для комбинированной, для может быть даже жирной, для тех, у кого кожа обезвожена либо сухая, я бы его, наверное, не советовал, так у него средняя кровищая способность, он наслаивается и имеет такой немножко софт-фокус отражающий финиш, что касается консилера, мне он понравился, единственный момент нет светлых оттенков, то есть, ну, у меня самый светлый, он не собрался также в мимически активные зоны вокруг глаз, где-либо еще, мне в целом не за что его ругать, довольно-таки неплохой консилер, к бронзеру есть небольшие претензии за счет того, что там крупные сияющие золотые частицы, я бы сделал их как будто бы поменьше, и, ну вот, да, бронзер скорее всего, ну, средненько, но выглядит на коже красиво, румяна мне понравились, и мне также безумно понравился карандаш для глаз, опять же, хочу повторить, что у меня нет какого-то вот восторга от того, что я сегодня протестировал, кроме карандаша для глаз, но в итоге все очень даже неплохо, ну, мне кажется, действительно так, пишите в комментарии, как вам это видео, и как вы относитесь к косметике от бренда Naoliari, хотите ли вы видеть повторно на моем ютуб-канале обзор на другие продукты данного бренда, если вы еще вдруг не подписаны, вы знаете, что это необходимо исправить, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мои сторонние социальные сети, ссылка на мой мега-уютный телеграм-канал будет в описании в инфобоксе под этим видео, не забывайте, что у нас сейчас вовсю работают мега-выгодные купоны, валютуаль, которые работают непосредственно в магазине и помогут сэкономить ваш бюджет. На этом, наверное, все, к сожалению, настало время прощаться, я вас всех люблю, целую, спасибо, что были со мной, увидимся мы с вами совсем скоро на этом ютуб-канале, но в следующем видео, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok